Ну что, ребят, всем привет! Всем привет! Я Настя, это Рома. Это Рома. Многие спрашивают по поводу зимовки в Черногории, и мы решили снять по поводу этого вопроса отдельное видео, и решили снять на улице, пока хорошая погода, чтобы вы понимали, что в январе можно, в принципе, спокойно гулять на улице, солнечно, тепло, ну как, относительно тепло, хочется потеплее одеться, шарфики и все такое, но в любом случае смотря с чем сравнивать, морозов на побережье, в принципе, не бывает, но в чем суть зимовки, обычно все едут в Таиланды, на Бали, Вьетнам, то есть там, где тепло, и в принципе, я их понимаю, но опять же, есть другой вариант, попробовать посмотреть, кто-то может присмотреться к стране, стоит ли сюда приезжать жить, кому-то нравится более прохладный климат, не такой, как в Азии. Да, мы сами жили во Вьетнаме целый год, и знаем, что такое зимовка в Азии, и в принципе, нам тоже нравится, но это немножко другое, то есть оно реально отличается от азиатской зимовки. Ну и еще могу сказать, в защиту именно зимовки в Черногории, не всем комфортно в азиатских странах не только по погоде, но и по менталитету, по языку и тому подобным вещам. В Черногории это большой плюс, что, в принципе, языки, во-первых, это тоже славянский народ, во-вторых, язык, в принципе, достаточно понятен, на побережье точно вас поймут, если вы будете говорить по-русски легкими такими короткими предложениями, легкими фразами. Могут ответить на местном языке, но они вас поймут. Но могут и по-русски ответить. Могут и по-русски ответить. В принципе, вам, особенно зимой, вам будут стараться отвечать по-русски. Плюс еще зимовки в том, что туристов очень мало, и вы, как турист, вас будут тут просто на руках практически носить. Холить или лезть. Да, ходить или лезть. Ну, я, конечно, утрирую про на руках носить, но, в принципе, действительно, отношение к вам будет намного лучше, чем летом. Почему? Потому что, понятно, летом большое количество туристов, идет поток, а здесь вы, во-первых, это будет вам дешевле по всем параметрам. Сейчас мы пройдемся по пунктам, по поводу жилья, стоимости, коммуналки. Но вам будет дешевле даже по ресторанам ходить, потому что все рестораны предлагают промо, предлагают, в принципе, скидки. Ну и самое главное, здесь не будет толк. Вы сможете действительно насладиться красотой Черногории, сделать красивые фотосессии. Ну и все-все-все, что можно делать летом, кроме того, что купаться, конечно. А если приедете еще в октябре, может быть, можно еще застать, можно еще покупаться. Ну да, Рома купается в октябре. Я даже в начале ноября купаюсь, смотря какая погода, конечно. Сейчас 15 января, мы сидим, в принципе, сейчас где-то плюс 8. Солнечно, на солнце нормально, в тени сразу же становится холодно. Ветра нет, самое главное. Да, если ветра нет, тогда тепло. И кто-то там купается. Мы реально видели человека, который купался. Поэтому все зависит от вас. Но опять же по поводу зимовки, хотелось сказать, что многие сюда приезжают не только на 3 месяца, а, например, приезжают с октября, с 1 октября, да, по конец апреля или даже мая. И снимают на вот это время, на этот период квартиру. Квартира в это время, получается, недорогая, потому что здесь в Черногории есть такая фишка. То есть в сезон они сдают посуточно, а в не сезон это называется не сезон. Получается, что вы клевую квартиру можете снять по очень-очень выгодной цене. С красивым видом, с хорошей локацией. То есть вообще супер. Квартиры мы просто, ну, смотрим. И иногда удивляемся, какие квартиры можно снять за 250-300 евро, в каких локациях. Те квартиры, которые зимой стоят 100-150 евро в сутки, можно, в принципе, за 350 в месяц снять. Ты имеешь в виду летом? Да, те, которые летом стоят 100-150 евро в сутки, зимой можно снять за 300-350 в месяц. Ну, то есть как бы разница просто, сами понимаете. Ну, понятное дело, плюс коммуналка. Итак, по поводу зимовки продолжаем. Для того, чтобы ничего не забыть, я сделала себе конспект, о чем сказать. И начнем, наверное, как раз с того, что мы начали говорить по поводу квартиры, по поводу удобных локаций и хороших цен. Итак, цены на квартиры. Первый плюс, почему стоит поехать в Черногорию на зимовку, это цена квартиры. Вот, например, вот такая вот квартира. Она будет стоить в среднем вам где-то 250 евро в месяц, плюс коммуналка. Про коммуналку, про цену коммуналки скажу дальше. Поэтому то же самое, вы можете снять квартиру, которая стоит 150 евро в сутки в сезон, вы можете снять за 450 евро в сутки. Однокомнатная квартира, здесь считается квартира с отдельной спальней. То есть у вас отдельная спальня и студия с кухней совмещена. Двухкомнатная, это значит, у вас будет две отдельных спальни. Поэтому локация, честно, мне кажется, что лучше всего в Будве все-таки останавливаться в несезонном. Да, даже вот в Бечичах, где мы сейчас находимся, в принципе, как бы до Будвы недалеко. Но магазинов рядом, вот только, по-моему, одна мега здесь работает зимой. Аня, мега и идея. Ну и как бы, в принципе, здесь намного так безлюдненько. Если кто-то хочет вот прям уединения, то можно и в Бечичах. То есть, ну, в принципе, в Тивоте тоже неплохо. Лично мне в Тивоте будет зимой точно скучновато. Но, опять же, люди разные. Но, в принципе, если останавливаться на зимовку, то я рекомендую таких, наверное, три основных города. Это Будва, Тиват и Бар. В принципе, Бар тоже достаточно комфортный город для жизни, особенно на зимовку. Потому что лично мое восприятие бара, что там пляж не совсем комфортный для входа, но если жить как раз вот время, когда вы не особо купаетесь, то там комфортно. Там нет подъема в горку, там город, он живет круглый год, он такой более для местных. Это вообще портовый город, в принципе, изначально. Да, то есть, там, ну, вы увидите порт, если вы приедете туда. А он прям не такой порт, как, например, Одесса или какие-то, ну, то есть, огромные. Ну, туда заходят разные суда. В принципе, да, жизни, мне кажется, комфортной тем, что вот реально он такой... Ну, Будва сейчас уже тоже зимой не вымирает абсолютно. Ну, да. То есть, она как-то более живая стала. Ну, больше... Пять лет назад она была совсем другая. Пять лет назад, когда мы приехали, то зимой было намного безлюдней. Как-то местных, что ли, было меньше. Понаехало. Понаехало, да. Ну, вот, например, Котор я бы не рекомендовал, потому что в Котор очень замечательный город, красивый. Но там, мне кажется, очень холодно и солнца очень мало зимой. Ну, мы вчера, кстати, разговаривали. Помнишь, с девушкой, она живет возле Котора недалеко, и она сказала, что ну, действительно холодно. Говорит, если сравнивать с Тиво Тамбудва, говорит, у нас холоднее. В Тивоте просто намного раньше выходит солнце, и оно получается практически целый день, как и у нас. А Котор, он окружен горами, и там, ну, намного меньше и прохладнее, и, наверное, влажность больше за счет этого. Ну, в общем, я думаю, не суть, какой город выбрать. Если вдруг вы захотите приехать в Черногорию на не сезон, обращайтесь, мы с удовольствием вам подскажем, подберем. Потому что каждому свое, да, кому-то нравится один город, кому-то другой. Мы с удовольствием поможем вам подобрать город, если у вас будет такой запрос. И дальше, после квартиры, едем коммуналка. Почем коммуналка, сколько платим мы, и, в принципе, сколько все выходит. Рома сейчас нам все переведет в рубли и гривны, потому что я буду говорить в евро. В принципе, это удобнее, потому что сегодня евро у нас одно соотношение, другое, завтра другое. Поэтому вам будет понятнее. Итак, мусор. Начнем с мусора. Мусор 5 евро в месяц вы платите, обязательный платеж. Иногда это включено в стоимость апартаментов, иногда это не включено в стоимость. Просто для понимания, это небольшие деньги, но просто чтобы оно было. Чтобы потом не получилось так, что в конце вы выезжаете, и вам скажут, что у вас там еще плюс 40 евро или что-то в этом духе, а вы к этому морально не готовы. Ну, получается 5 евро на январь 2021 года. У нас в рублях 450 рублей это, а в гривнах, сейчас скажу, 170 гривен. В месяц? В месяц, да. Дальше вода, куб воды евро 60. У нас, кстати, по коронавирусу скажу, у нас есть только холодная вода, и у всех стоят бойлеры. То есть мы горячую воду греем светом, за который, собственно, мы и платим. Ну, могу сказать, что это достаточно комфортно, потому что ты сам себе регулируешь, во-первых, сколько тебе нужно горячей воды. Если бойлер большой, ну, не знаю, нам хватает. У нас небольшой бойлер дома, у нас среднего размера, я думаю, литров 50 у нас где-то, нам хватает. Ну, его можно периодически включать. Вот есть ночной тариф, есть дневной тариф. Мы сейчас расскажем про электричество, поэтому можно экономить, если захочется, а можно включить, и он работает, и у вас будет постоянная горячая вода. В принципе, ну, это небольшая экономия, поэтому для комфорта, возможно, стоит оставить, пусть будет. Просто у нас бойлер очень горячий, и мы его выключаем, допустим, и он реально еще, я не знаю, полдня держит горячую воду, абсолютно там, или день. Ну, в зависимости от того, как часто... Да, посуду помыть или еще что-нибудь, то есть хватает. Так, смотрите, евро 60 у нас в рублях 142 рубля, а в гривнах 55 гривен. За прошлый месяц мы потратили 7 кубов, то есть на двоих. Мы не сильно экономим, но и не включаем воду, и так она... Ну, стирка, понятное дело. Да, стирка, душ и посуда. Да, у нас не посудомоечная машина, сами моем, поэтому, может быть, уходит даже больше. Если будет посудомоечная машина, может быть, даже меньше будет. Ну, не знаю, пока у нас нет посудомоечной машины, будем проверять, надо будет уточнить у Кати. И свет, да? Да, свет. Дальше свет. Там есть дневной и ночной тариф. Разница не очень большая, но в любом случае дневной, вернее, ночной тариф, он еще распространяется на все воскресенье. Понятное дело, местные стараются всю там стирку, все это под воскресенье подгрести, но, не знаю, по-моему, это не имеет особого смысла. Экономия такая мизерная, мне кажется. Ну, в среднем, вот по поводу, кстати, воды, воду мы в среднем платим от 10 до 15 евро, 15 это наш потолок, мы редко намываем больше, в среднем 12 евро мы в месяц платим за воду. И по свету мы в среднем платим где-то 25-30 евро в месяц по свету. И киловатт света ночью стоит 11 центов. Ночью, значит, ночной тариф 11 центов. Это 3,75 гривны и в рублях, ну, почти 10 рублей. И 15 центов это дневной тариф, то есть разница небольшая, всего 4 цента. Вы же не производство, чтобы вам там сэкономить прям миллионы. Так, в гривнах это 5, 5 гривен 10 копеек, а в рублях это 13 рублей 40 копеек. То есть вот так. И по поводу еще света, хотела сказать, то есть обычно, если тепло на улице, у нас достаточно теплая квартира, это очень принципиально важно, потому что чем теплее квартира, тем меньше будете тратить на свет, потому что греемся мы либо кондиционерами, либо обогревателями. Лично я больше люблю обогреватель, потому что он подсушивает воздух, здесь очень большая влажность, и кондиционер он не сушит воздух. Кондиционер, в принципе, он потребляет большую энергию за счет того. Ну и вы выключили кондиционер, у вас моментально там падает температура обратно. Примерно вы поняли, да, расход на коммуналку. Еще в коммуналку включается интернет, то есть дополнительно вы оплачиваете интернет. В среднем, честно, интернет здесь дорогой, ну реально, он здесь стоит в среднем 20-25 евро в месяц. У нас интернет немножко там дешевле получается, мы платим 15 евро в месяц. Но у нас не безлимит, то есть вы, скорее всего, будете платить 20-25 за безлимит. Сколько у нас? У нас стоит 15 евро за 500 гигов, то есть 500 гигабайт. Но нам хватает, и если вдруг у вас нет интернета, потому что бывает иногда квартира, в которых интернет не включен сразу же, его предлагают, то лучше не брать вот этот за 20-25, ну если вам хватает его, взять вот тариф туристический. Едем дальше, погода, средняя температура по, итак, погода, собственно, за погодой сюда и стоит ехать на зимовку, потому что здесь, ну я сейчас говорю про территорию, там Москва, Питер, Киев, Минск, да, вот эта территория, где болотцы постоянно зимой, либо холодно, либо вот эта серая гадость под ногами, которая, собственно, больше всего всех и бесит. И здесь обычно сухо, сразу же вам сказать, что обычно сухо, но бывают дожди, и вот именно в этом году, сейчас 2021 год, именно в этом году очень дождливый декабрь. В прошлом году декабрь был очень сухой, не было дождей, был очень-очень теплый, и в принципе в прошлом году зима была очень теплая, но она и по всей Европе была теплая. Ну, знаете, наверное, в 2020 году не было практически снега нигде. Да, да, поэтому, но в любом случае, вот, например, сейчас середина января, плюс 8, солнечно, прекрасно гулять, приятно, не жарко, не холодно, если вы нормально оделись, в принципе. Нет необходимости в зимних, реально зимних вещах, потому что, скажем так, в демисезонных вещах здесь более чем достаточно. У нас из зимней одежды, у нас, вот, у меня безрукавка и кроссовки, и то они не зимние, реально, то есть зимой в Киеве я бы в таких кроссовках не ходила, я бы точно замерзла. Но по температуре, то есть стоит рассчитывать, стоит быть готовым к тому, что может быть такое, что, например, какую-то неделю или даже две будут дожди, и, ну, вот, они будут потом. Просто каждый день. В Черногории больше 240 солнечных дней в году, поэтому, скорее всего, у вас будет очень хорошая погода почти все время, но нужно быть готовым, потому что неделю-две, возможно, месяц, в течение зимы будут дождливые, такие сырые, прохладные. Но в любом случае температура зимой в среднем днем плюс 9, плюс 15, если есть солнце, это просто огонь, сейчас плюс 8 и на солнце отлично. Ночью она спускается где-то до плюс 6, плюс 3, это прохладно, как только заходит солнце за гору, моментально становится холодно. Причем я сейчас сижу на солнце, мне тепло, если я пойду куда-нибудь в тень, сразу же будет холодно, то есть, ну, это специфика горного климата. Если вы приедете в октябре, в октябре еще просто футболки, шорты, купаться на море, то же самое, начиная с марта, с 1 марта, грубо говоря, у нас начинается конкретная весна. Часто можно купаться в апреле, в мае практически все уже купаются. Да, Рома обычно купается? Да, я люблю купаться. Ну, главное, чтобы вода где-то была уже больше 18-19 градусов, было солнышко, ну, и, в принципе, если воздух будет примерно такой же, то почему бы нет? Итак, чем же заняться в Черногории вне сезона? Ну, то есть, вы приедете, да, там, работа работой, в принципе, если вы не работаете вообще, супер, то есть, у вас много свободного времени. И помимо того, что, ну, сразу же скажу, Черногория не самая такая социальная страна в плане, вам придется развлекаться самостоятельно. Если вам это подходит, значит, это ваша страна. Если вам нужен движняк вокруг вас, это, ну, это не в Черногорию однозначно. И так я специально сразу же написала какие-то такие вот моменты. Во-первых, горнолыжка. Если вы катаетесь на лыжах или на сноуборде, пожалуйста, 150 километров от Будвы, в горах есть горнолыжный курорт Калашин. У нас, кстати, тоже есть видео по поводу этого горнолыжного курорта. Пожалуйста, там все недорого. Причем вам не нужно брать с собой, если не хотите зимнюю одежду, одежду для катания, потому что все можно снять в аренду просто там за копейки. Потом, что еще, ну, прогулки вдоль моря, в красивых городах. Очень хорошо для, мне кажется, мам с детками, если есть возможность, потому что вы можете просто практически целый день проводить на улице. Вот мы сейчас проходили, там дети в песочке копаются, качельки, отлично. СПА. Можно пойти в СПА, тоже хорошее развлечение. Есть 4-5 звезд отелей, которые работают, в принципе, круглый год. Поэтому, пожалуйста, идите в СПА, отдыхайте, загорайте. СПА в среднем стоит от 15 до 25 евро с человека. Есть, я точно знаю, есть пакеты семейные в некоторых отелях. Ну, то есть, если вы приезжаете, то можно заморочиться и найти очень много интересных предложений по СПА-отелям. В основном они все в Будве и в Бечичах. Почему я и говорю, что вот эта территория, она, ну, не просто так самая популярная. Здесь многое работает круглый год, здесь много русскоговорящих и, соответственно, много всяких активностей. Ну, что еще? То есть, ваша работа удаленная и спортзал, можно пойти в спортзал. Мне кажется, в принципе, изучение страны, то есть, путешествия, то есть, страна для вас будет новая. Это не обязательно. При поездке на горнолыжку можно еще посмотреть кучу мест, то есть, заехать, изучить страну. И каждые выходные, там, например, если у вас, например, работа с понедельника по пятницу, то каждые выходные вы куда-то можете выбираться. И, я думаю, за зиму даже все не объездите. Ну, да, причем, что еще зимой территория северная Черногории, она частично перекрыта, потому что... Ну, вот, например, сам национальный парк Дурбитор, он завален полностью снегом и проехать нельзя. Но, например, если вы приедете в октябре, туда еще попасть можно. Наверное, декабрь уже сортнее. Ну, да, ну, уже, опять же, апрель-май уже опять можно поехать. То есть, гулять, отдыхать, дышать свежим воздухом, спа, спортзалы, работа, рестораны, книжки. То есть, такой, скажем так, пенсионерский отдых, да? Ну, да. Ну, слегка, да. То есть, клубы, тусовки, там, я не знаю, все это, боулинги. Боулинга, по-моему, здесь вообще нет. А, нет, есть один детал. Есть один у нас детей, вот, я не знаю, работает он или нет. Ну, то есть, это не в Черногории. Черногория страна для таких интровертов, зануд или еще как-то. Там, в театр сходить. Мы, к сожалению, здесь еще ни разу не будем в театре. Не, ну, можно поехать в Подгорицу? Можно в Подгорицу поехать, но он будет на Черногорском. Да, да, и в кинотеатры тоже можно пойти. Будет оригинал фильма, но будут субтитры. Черногорские. Черногорские субтитры? То есть, если кто-то, вот, например, англоязычный фильм, то есть, кто хорошо говорит по-английски, ради бога, идите и наслаждайтесь. Но дубляжа там на русский вы не найдете здесь. Ну, и хотелось бы, наверное, подбить итоги. То есть, плюсы и минусы зимовки в Черногории. Итак, по-моему, на мое мнение, опять же, у всех свои плюсы, свои минусы. Но, по-моему, плюс, начиная с том, что это страна безопасная. Здесь действительно безопасно, спокойно. Страна небольшая. Тут каждый друг друга знает. Это так, образно, конечно говоря. То есть, безопасность, мягкий климат. То есть, у вас достаточно теплая зима. Приятно находиться на улице практически все время. Потом. А, вкусно и недорого, кстати. Да, потому что действительно здесь очень вкусная кухня. Мясоедная кухня, сразу же скажу. То есть, тут, несмотря на то, что мы возле моря. Да, мы возле моря живем. Но, как бы... Основа. Основа кухни – это мясо. То есть, на севере особенно. Здесь все любители чевапчичей наверняка слышали про такое... Это балканское блюдо, в принципе. И кухня, не скажу, что разнообразная. Но, думаю, за полгода в зимовке она вам не надоест. Ну да. Я тоже думаю, что за полгода еще не успеет надоест. Плюс, здесь действительно качественное мясо. Здесь качественные продукты. И качественные вкусные сыры. Они не такие разнообразные, например, как во Франции или в Италии. Они совсем другие. В основном здесь приветствуют там фиета. То есть, сыры... Молодые сыры. Очень вкусно. Я всегда покупаю на рынке сыры. Очень разнообразные. Вам, кстати, тоже рекомендую именно на рынке пойти попробовать. Хотя в супермаркете тоже обычные сыры, пожалуйста, очень вкусно, недорого. Так. Ну, а, ну и скидки, цены. То есть, зимовка в чем плюс. То есть, здесь не будет толп. Здесь будут хорошие цены на жилье. Хорошие цены на... То есть, на любой отдых. Аренда машины будет тоже, соответственно, недорогая. Кстати, если вы приезжаете надолго, то чем надольше вы берете, соответственно, тем дешевле вам будет. И, в принципе, здесь можно и без машины передвигаться, если не сильно далеко. Есть международные автобусы. Можно многое сделать даже на такси. Ну, и в любом случае, то есть, цена, ценник здесь не очень высокий. Менталитет еще один из плюсов. Да, это действительно очень комфортно здесь находиться. Нету такого ощущения, что ты совсем за границей. Да, какой-то почти дома. И... Новый год, Рождество. Да, все по-нашему. Все по-нашему, да. Ну, и, в принципе, наверное, это вот основные плюсы. Ну, еще один, наверное, огромный плюс, что, будучи в Черногории, ну, это еще в плане путешествий, можно посмотреть практически все Балканы. Все очень близко. Ну, так как сейчас 2021-й, после злосчастного 2020-го передвижение затруднено, но в нормальные года можно поехать в Албанию, в Боснию, в Хорватию, в Сербию можно съездить. Можно даже добраться, не знаю, до Болгарии, это недалеко, до Македонии. То есть, объездить практически все Балканы. Объездить, и, в принципе, есть еще перелеты. То есть, стандартные перелеты недорогие, то есть, можно в Италию, в Милан слетать, в Австрию, в Германию, они недорогие, если заранее покупать. Ну, понятно, что это нужно заранее готовиться, смотреть и думать вообще, что, какой у вас план, и уже отталкиваясь от плана смотреть. Можно просто приехать в Черногорию, находиться все это время в Черногории и отлично провести время, поверьте мне. Ну, и начнем дальше с... Минусы, наверное. Ну, да, и дальше минусы. Период дождей. Да, однозначно дожди будут в любом случае. Скорее всего, это будет неделя-две, но может быть такое, что и месяцок. Честно, было у нас один раз весь март был супердождливый пару лет назад, а в этом году практически весь декабрь был очень дождливый. Ну, честно говоря, а где дождей нет? Они везде, мне кажется, есть. Либо дождь, либо снег. Либо снег. Но при этом, кстати, когда здесь дождь, обычно теплая погода. То есть тогда было плюс 15, плюс 16. То есть дождь не так сильно бесит, я бы так сказала. Ну, да. Мало развлечений, действительно, то есть внешних, я бы так и сказала. То есть все эти театры, кино, боулинги, там, я не знаю, что там, картинги, я не знаю, что еще. Надо уметь занимать себя, то есть как-то, там, кто любит книжки читать, особенно вышел на берег, сел и читать себе книжку. Для йогов, для медитаций, для всего это суперместо, потому что здесь действительно спокойно. И, ну, ну, то есть, говорю, внешних развлечений нет, нужно придумывать все развлечения себе самостоятельно. Вернее, как есть, у нас даже есть караоке, кстати. Ведет наш друг. Да, ведет наш друг, отличная караоке. Мы всем рекомендуем, контакты дадим, обращайтесь. И, в принципе, можно найти развлечения. Есть тут арт, такие вечеринки, я знаю, в Бечичах, в Рафаиловиче есть отель, в котором рисуют, там, раз в неделю мастер-классы. Ну, то есть, в принципе, развлечения можно найти, но их не так много. Ну, например, кто любит яхтинг, можно пойти на яхте. Некоторые вообще ради этого сюда и приезжают, и живут здесь долго. Ну, да, кстати, да. Ради того, что здесь есть яхта, есть школа яхтинга. Кстати, да, школа яхтинга, кому интересно, можно выучиться реально за это время. Опять же, есть контакты, если кому-то интересно, обращайтесь, мы с удовольствием поделимся. Ребята тут уже достаточно долго преподают. У нас есть знакомые уже, которые прошли у них обучение, супер довольные, и дальше там занимаются яхтой. Поэтому, если кому-то интересно такой вид, скажем так, досуга, тоже круто. Рыбалка, все такое, это тоже можно, но это уже... Рыбалка, ну, на самом деле, рыбалкой, кто интересуется рыбалкой, я вот как бы не рыбак особо, но начал выходить на берег. Ну, даже выезжать за Будву, я бы так сказал, чтобы еще спокойнее было, еще побольше рыбы было. И там, ну, ловлю небольшую, конечно, рыбку, но это тоже своего рода развлечение. Кто еще в этом более, ну, разбирается, я думаю, можно себя завлечь, ну, хорошо. Ну, там есть, конечно, вопросы по лицензии, там есть определенные моменты. Ну, это тоже, если задавать, да, не будем вдаваться, если кому интересно, спрашивать. Да, то есть, просто есть развлечение, кстати, тут есть еще большое озеро, скадерское, где тоже можно, озерная рыбалка. Ну, это уже типа по типу экскурсий, кстати, экскурсии, вы тоже можете поехать на экскурсии. Цены на экскурсии тоже, конечно же, со скидкой, то есть, минимум, там, 20-30% скидка на все экскурсии, поэтому тоже обращайтесь. Опять же, плюс в том, что мало то, что это дешевле, так еще и нету толп, вам никто не будет мешать делать супер клевые фоточки. И что еще? Ну, однообразие. Немножко хотела бы сказать про однообразие. Опять же, Рома сказал, что вам вряд ли надоест это за полгода, да, скорее всего, но, в принципе, сразу скажу, однообразие кафе, кухни, то есть, достаточно, если вам нужно каждый день разная кухня, разные развлечения и тому подобное, это не ваше слово. Да, разные рестораны, то есть, рестораны все немножко похожи. Ну, боже, можно взять одно меню и ходить с ним по всем ресторанам, потому что у всех примерно один в один будет, да, у всех будет Чевапи, Плесковица, Мотороны. Ну, в то же время для туристов, которые приезжают сюда, например, летом на неделю, им, наоборот, это интересно все это попробовать. Ну, это логично, да, просто я думаю, что, наверное, первый год мы полностью ели черногорскую кухню, а второй год мы немножко уже начали чаще готовить дома или ходить в рестораны, которые не черногорские такие. Ну, а сейчас, честно говоря, наверное, 50 на 50 или даже нет, скорее мы больше готовим дома. Больше готовим дома или ходим в не черногорские рестораны, ну, просто это специфика того, что мы выросли в другой стране. Вот вам еще одно развлечение, готовка. И последний момент, который хотелось бы сказать. Итак, визовый вопрос для украинцев. Находиться в Черногории можно ровно 3 месяца, 90 дней без выезда, без виза-ранов. Вы приехали и 90 дней находитесь, потом должны уехать, но потом вы должны уехать тоже минимум на 90 дней. То есть 90 дней в полугодии. Всю зимовку вы не сможете провести, то есть у вас будет только 3 месяца. Если, хотела сказать, если вдруг кому-то будет интересна именно зимовка с октября по май, то обращайтесь, есть, опять же, всегда есть. Можно сделать, это довольно недорого сейчас, кстати. Да, это все решается, поэтому... Сделать, ну, как бы вид на жительство на год здесь. Ну, сделать документы. Сделать документы. Сделать документы и, то есть, все, вопрос в желании. Есть ли смысл, это все просчитывается. Но 3 месяца вы можете здесь спокойно провести, выбирайте, какие хотите. Я бы выбрала с октября, там, до нового года. Супер, по-моему. И русским, у русских по-другому. Если у вас русский паспорт, вы можете находиться в Черногории 1 месяц. И потом вам нужно выехать из страны и можете прям в тот же день заехать. Единственный минус сейчас, это то, что 21 год, да, еще у нас до сих пор ограничения по передвижению. И вы не можете туда-сюда просто так выезжать. Не, в принципе, можно, но это просто получается очень дорого. Дорого, да. Потому что надо делать эти тесты дурацкие. Ну, да, поэтому сейчас, если стандартно, как это обычно делается, то есть, вы приезжаете и просто раз в месяц, каждые 30 дней вы выезжаете. Обычно русские выезжают в Боснию, потому что туда безвизово русским, потому что Албания наперед с октября по апрель закрывает безвизовый въезд. В Сербию невыгодно, потому что далеко ехать, только в случае, если вы хотите посмотреть Сербию, тогда это можно как-то приурочить. В Хорватию нужна виза, так как Хорватия это уже Евросоюз. Ну и все, как бы, да? Ну, в принципе, по выездам ты имеешь в виду. Ну да, по выездам, я думаю, это все. Мне кажется, мы... Для белорусов это все. Я тоже не знаю. Белорус, если вы знаете, напишите в комментариях, какие... Это у нас друзья белорусы, они знают все эти вопросы, но мы просто как-то больше... Ну, не суть, белорусы, если вы знаете, напишите, какие у вас визовые отношения с Черногорией, будем очень благодарны. Я думаю, это будет полезно не только нам, но и тем, кто нас смотрит. Поэтому спасибо большое, ребята, за ваше время. Спасибо, что слушали, да. Я думаю, надеюсь, что было все полезно. Приезжайте на зимовку. Пока-пока. Пока.